Вопрос был задан по распаду клуба То есть вот допустим в зимовнике клуб у пчел распался и что лучше делать Ну вот в таком случае я сразу стараюсь эту семью вынести и пытаться охладить То есть первонаперво сразу пытаюсь охладить То есть подушку не кладу и выношу эту семью и открываю литки Пытаюсь охладить, я тем самым пытаюсь прекратить яйцекладку матки Даже не так Пытаюсь прекратить начало приема личинок на воспитание яиц, выращивание личинок пчелами Поскольку если условия неблагоприятные, даже если маткой будет яйца откладывать в семье Если условия неблагоприятные, пчелы эти яйца просто съедают и все И не берут на воспитание То есть то, что матка сеет и будет много расплода, это не всегда взаимосвязанные явления Непосредственно сами пчелы регулируют этот процесс Вот И когда начинаешь охлаждать, создавать тем самым неблагоприятные условия для развития пчелы Пчелы могут начать эти вот яйца И даже бывают случаи и самые молодые личинки, они просто съедают и убирают этот расплод Пчелы успокаиваются и как бы зимовка продолжается То есть здесь надо пчеловоду самому выбрать, что ему нужно Чтобы было много раннего расплода или чтобы лучше, как можно дольше расплода не было Исходя из этого уже и выбирать свои дальнейшие действия Вот, я противник уже как раньше говорил Раннего расплода Стараюсь, чтобы яйцекладка интенсивно началась только с приносом свежей пыльцы Поскольку пчелы, вот рожденные без свежей пыльцы, обычно очень слабые, долго все равно не живут Вот Кстати, вот в одной из последних своих ответов на вопросы Кашковский, назело на канале, кому интересно, можно посмотреть, послушать Как раз отвечал на один из вопросов Отвечал то, что вот Почему нежелательно допускать раннего расплода Вот, тоже связываясь с очень слабой пчелой Выращенной в этот момент Вот, значит, что, выставил я эту пчелу, да И вот, видно, я несколько дней назад ее выставил И сразу снял фотографии клуба Вот, видно, что пчелы расползлись по всем рамкам То есть клуб распался Я подушку снял на несколько дней Сделал, значит, вот небольшую вентиляцию Вот такую тут щелку, да, между листом полистирола положил Вот, и вот сейчас покажу, какое состояние на сегодня Вот так вот брусочки просто были положены 3 мм И лист пенополистирола И вот все, подушка была снята Вот хорошо видно, что пчела села опять в клуб Вся пчела в клубе собралась Вот, это племенная карника Вот, она рано активировалась в зимовнике Вот, все, что вот, охлаждение вот такое хорошо работает Вот, все пчела собралась в клуб Что дальше? Дальше смотрю по температуре Если где-то в пределах температуры не ниже минус 2 То можно пока не ложить подушку Если вот передают до минус 10, конечно, подушку сверху положу И сзади небольшой я оставлю вот холстик как бы без подушки Вот, небольшой вот такое Сдвину подушку, чтобы холстик вот немножко Вентиляция через холстик Он у меня, холстик все дышат, холстики Вот, чтобы небольшая вентиляция осуществлялась Вот, то есть вот, можно как бы Вот, с помощью охлаждения Из-за активного состояния пчел опять перевести В спокойное состояние Вот, видно даже, на свету открыл Ни вылета ничего, никакого нет